Что ты делаешь? Мурата! Уан! Ты crazy? Холи щет! Окей. Всем привет, друзья! Это обзор новой 212 главы манги Ван Панчман, в которой творится много чего безумного. Давайте начнем с обложки главы, где мы видим Сайтаму Игару на фоне самой большой планеты Юпитера, а слева мы видим ее самый близкий спутник Ио. Это названы в честь мифологической Ио, жрицы и возлюбленной Зевса. Это так, чтобы вы были в курсе. Итак, прошлая глава закончилась тем, что Сайтама и Игару бросились друг на друга серьезным ударом. А сейчас мы видим, как Бласт в самую последнюю секунду успевает телепортировать их в космос. И используя всю свою мощь, он пытается сдержать портал от разрыва, так как сила этого взрыва сотрет планету. И вот, казалось бы, все уже. Портал сейчас разорвется от переизбытка энергии. Бласту ничего не остается, но внезапно появляются защитники вселенной, которые помогают Бласту сдержать разрыв портала. Бласт радуется, думая, что они сдержали портал. Но нет, им удается лишь перенаправить силу взрыва в другую сторону от Земли. Происходит мощный взрыв, который уничтожает все на своем пути, образуя пустоту в радиусе взрыва, который откинулся Итаму и Гару на 628 миллион километров от Земли. Подождите! Вы видите это? Это же спина самого бога монстров. Получается, он действительно запечатан в Луне. В буквальном смысле. А помните, в 198 главе нам показывали, как бомж-император видит проекцию бога, который встает из-за темной стороны Луны? Так вот, и теперь оказывается, что он там же и запечатан. Хоть все и так говорили об этом, что, возможно, бог монстров запечатан на Луне, но нам не один раз уже намекали это. На обложках глав и почти в каждой нам показывали Луну. И мы думали, что это просто отсылка к битве с Итамой против Бороса. А на самом деле нас готовили именно к этому. Появлению бога монстров. Благодаря просто одному этому кадру нам дали понять, что бог монстров имеет собственное тело. И что он создавал этих монстров, давал силу злодеям, лишь следуя одной цели – создать зло, способное освободить его. А для этого ему нужно избавиться от всех героев, которые несут добро и мир во всем мире. И еще нам наконец-то показали защитников вселенной и нашего старого доброго Бороса. Ну или Бориса. Гару осматривается, не понимая, где они находятся. Тут Сайтама встает над ним с ядром Геннесса в руках. А сзади него мы видим планету Юпитер. И пятно в центре за Сайтамой, который является бесконечным атмосферным вихрем. То есть можно сказать, что это ураган, сломавший свой лимитер, и который никогда не утихает. Совпадение? Не думаю. Далее нам показывают, где именно Гару и Сайтама находятся. Помните обложку главы? Так вот, они на том самом спутнике Юпитера, который находится ближе всех остальных. Сайтама говорит, мол, где это мы? Но это особо его не волнует, потому что ему плевать на все. Единственное, что он сейчас хочет, это надрать зад этому ублюдку, который убил его ученика Геннесса. Сайтама хотел положить ядро Геннесса под свой костюм, но потом подумал, подождите-ка, это ведь ядро, и может быть с помощью него можно будет воскосить Геннесса? Что ж, надо быть с ним поосторожнее. Думаю, примерно так он это и сказал. Он не кладет его под майку, так как может случайно его сломать. Поэтому он говорит Гару, что тот заплатит за содеянное. И зная Сайтаму, я думаю, что он угрожает Гару, что снесет его голову нахрен, если тот хоть притронется к ядру Геннесса, хоть он и так собирается ему отомстить. Гару насмехается над ним и открывает портал под его ногами, но Сайтама просто пнул его как мячик, а затем ударил Гарыча и откинул его. Тот с помощью порталов пытается атаковать Сайтаму, который каждый раз впечатывает его в землю. Или как это сказать? Если они находятся на спутнике, значит Сайтама впечатал Гару в спутник. Ладно, пусть будет так. Гару применяет технику Бласта гравитационные кулаки. Ему удается ускользти от ударов Сайтамы и нанести ему серию атак. А затем и ядерное расщепление. Происходит мощный ядерный взрыв, который чуть ли не снес спутник. Но тут, честно говоря, я не понял. Либо это Гару переместил свою же атаку в другое измерение, чтобы ему с Сайтамой было где сражаться. Либо это сделал Бласт как-то дистанционно. Имеется в виду, что они где-то в 630 миллион километров от самого Бласта. Стойте. Они ведь могут наблюдать за всем происходящим из другого измерения. Да, возможно Бласт и его команда наблюдают за ними. И делают все, чтобы они не разрушили нашу солнечную систему. Далее происходит то, чего мы с вами так долго ждали. Сайтама втыкает свою руку на пол и делает технику из серии серьезных. Серьезный переворот стола. Одним взмахом руки Сайтама поднимает всю поверхность спутника. Гару в шоке. А Сайтама, прыгая по этим обломкам, избивает Гару, который пытается убежать от его ударов с помощью телепортов. Но тот следует за его каждым движением. Здесь мы видим офигенный цветной кадр, где нам демонстрируют нереальную скорость Сайтама и Гару, который пытается найти выход из этой ситуации. Как-то приземлиться на спутник. Так, приземлиться на земле. А на спутнике спутница? Спутница? Ну нафиг. Гару ищет поверхность спутника, но теряется в обломках и чувствует себя как букашку, которую поймали и положили в коробку. Он пробивается через обломки, пытаясь выбраться. Но тут встречает кулак Сайтамы. Гару применяет режим Сайтамы и использует серьезный удар, как и Сайтама. Они попадают друг в друга и наносят себе одинаковый урон. Что? Урон? Кровь? Вы че? Эй! Ой-бой! Конец. На этом глава заканчивается. Прошлое закончилось, где они набросились друг на друга серьезным ударом, а сейчас после этого же удара. Круто. Нет, не думаю. Блин, да как так-то? Тут Сайтама сто процентов получил урон от Гару. Сайтама выплюнул кровь от своего же серьезного удара. То есть он бесконечно силен, но не бессмертен. Мурата так и кричит нам об этом, что Сайтама может умереть, что он может пострадать. Но я не хочу в это поверить. Но не может же быть, что Сайтама от своего же удара вот так пострадает. Я хочу думать, что это осколки от брони Гару. Почему они летят в ту сторону? Потому что они в невысомости. Да, возможно это звучит слишком тупо, но хотелось бы, чтобы это было так. К сожалению, судя по всему, Гару и Сайтама сейчас на одном уровне. Это факт. Что будет дальше? Не знаю. Я бы сказал, что Сайтама станет еще серьезнее и не оставит Гару и шанса. Но думаю, что пока у Гару есть шаринган-какаши, который копирует все, что делает Сайтама, ему не победить. Все указывает на это. Друзья, пишите свое мнение в комментариях. Я с удовольствием все прочту. И если вы хотите поддержать меня донатом, ссылка будет в описании. А также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка на него тоже будет в описании. Следующая глава выйдет через две недели. Будем ждать и посмотрим, что там будет. Что ж, ну а с вами был Аниманго. Всем пока. Следующая глава через две недели. Что, серьезно? Ах ты. Ты чего? Гребанное дерьмо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok